Тем, кто не понимает, что написано по-английски на экране, это я обращаюсь к своим зрителям англоязычным, испаноязычным и прочим, 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 кто достаточно регулярно мне пишет о том, что хотели бы субтитры или перевод видео, так вот, это я им предлагаю донатить мои видео, если они хотят субтитры, как-то так. Приветствую вас, друзья-коллекционеры, вы смотрите 13-й по счету выпуск игрушечных новостей, с вами Алексей Чернышев. Кстати, кто первым напишет в комментариях, что такого случилось в моей жизни и число 13 стало одним из моих любимых, тот получит от канала Сан-Отец и Игрушки подарок. В конце этого ролика я также расскажу вам о том, что там с большим кушем и почему нет обзоров, а пока давайте перейдем к новостям. Точнее, к одной новости, так как сегодня я хочу рассказать вам лишь про один набор и называется он как-то так. Mega Constructs Halo 10 Anniversary 21 UNSC Scorpion Tank. И тут, друзья, Mega Constructs смогли таки удивить и порадовать нас. Хотя не буду говорить за всех, меня они этим набором точно обрадовали. Также не могу сказать и о том, что мои предположения по набору были верны. В плане цвета танка, его варианта и того, что там будет красный спартанец. Единственное, чего я не мог даже себе представить, что у этой модели будет аж 20 вариантов сборки. Зато сейчас известно, что в наборе будет более тысячи деталей. Точно будет красный спартанец в броне Марк 5. А цена будет в районе 80 баксов. Ещё компания Mega Constructs предоставила нам аж 5 вариантов из 20. Да, не нужно быть с Шерлоком, чтобы понять, что основа у них одинаковая. А у двух вариантов даже гусеничная база прям один в один. Но тем не менее, сейчас мы имеем классический танк из Halo 3. Прототип лазерной пушки, ракетница наподобие росомахи, противовоздушная турель и какая-то пушка под названием Quad Cannon. Бог знает, что это, но клёво смотрится. Мне кажется, к 10 юбилею хватило бы и десятки вариаций. Ибо мне кажется, что последующие вариации просто скатятся к минимальным отличиям. А они зарядили набор аж на 20 вариантов. Это, безусловно, круто. Я обязательно буду держать вас в курсе. Ну а пока на этом всё с этим набором. Впереди ещё уйма новостей Mega Constructs, да и других тоже. Так что подписывайтесь на канал, жамкайте колокольчик. Впрочем, лайк тоже можете поставить. И если видео было вам полезно, ну или интересно. А теперь о том, что ждёт канал в ближайшем будущем. Во-первых, обзоров скоро не ждите, так как мой телефон накрылся. И когда у меня появится новый, пока неизвестно. Но как только он будет, сразу же начну снимать обзоры. Во-вторых, как только обзаведусь новым телефоном, начну съёмки своего уже изрядно запылившегося проекта под рабочим названием Phobos. Буду медленно, но плодотворно работать. И надеюсь, очень надеюсь, что в ближайшее время покажу вам хотя бы тизер. И третье, что для большинства из вас, конечно же, самое важное. Не для всех, конечно, но тем не менее. Большой куш. Посылки сформированы и упакованы. Правда, с двумя участниками я так и не связался. Поэтому, если с вами я не связывался и недавно не брал у вас точные данные для отправки, значит вы один из них. Все посылки я отправлять сразу не стану, ибо по деньгам весьма накладно. В районе 80 евро мне обойдётся всё это веселье. Добавьте сюда призовой фонд и получите сумму в районе 200-300 евро. И даже больше. Начну я рассылать с тех, кто чаще остальных заходит и комментирует. Да и в целом участвуют в жизни канала. Однако конкурс есть конкурс, и все, кто попал в список, получат свои подарки. В начале мая уже некоторые из вас получат сообщение в личку ВКонтакте о том, что их посылки отправились к ним. Пока это всё, что я хотел вам рассказать. Благодарю за внимание, всего вам доброго. И помните, канал Сын Отеца Игрушки. Создаём коллекцию вместе. Пока-пока-пока.